Спасибо. Последний сегодня на нашем круглом столе спикер Владимир Воеводский, Институт Advanced Study. Хочу еще дополнить, что он еще оратор вчерашнего дня, филцевские медалисты. Пожалуйста. Спасибо большое, Анатолий Месеевич. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы контролировали и приводили в порядок эту сессию. Безусловно, организаторов и Роснано, как было замечено. И безусловно, династию. Я очень давно не был в Питере, и было очень для меня, то есть, есть и было очень для меня интересно. Значит, тематика вот этого вот, именно этого последнего круглого стола, вот я ее можно зачитаю просто. Возможные формы дальнейшего участия, приедших на конференцию ученых, наращивания научного бла-бла-бла, и так далее. Ну, как бы, ну, смысл понятен, да? Что можно сделать для того, чтобы те, кто вот, приехавшие ученые, как-то что-то сделали полезное для России? Я понятия не имею, как ответить на этот вопрос. У меня есть просто, просто абсолютно отсутствует полная, у меня совершенно нет ни малейшей мысли на то, как разумно ответить на этот вопрос. У меня, казалось бы, нужно примерно сделать следующее. Нужно там попробовать найти какой-то выход на государственных деятелей, да? Значит, там, вы меня извините, я сейчас скажу что-то, что, наверное, будет просто немножечко шокирующее, да? Пойти с ними в баню, вот, и как бы... И там добиться того, чтобы они, как бы, вложили много денег в развитие русской науки. Это очень сложно. Вот. Ну, не знаю, сложно, не сложно, но я думаю, что, в принципе, возможно. Вот. Но у меня есть... Это, как бы... Это немножко шутка, да? А у меня есть немножко более серьезная вещь, которую я бы хотел бы сказать. Что... То, что мы сейчас наблюдаем, и вот то, что мы называем кризисом российской науки, это не есть кризис просто российской науки. На самом деле, имеется очень серьезный кризис науки вообще, мировой науки. То есть, наука достигла некоторого порога, где нужно принимать какие-то новые решения, и она к этому не готова. То есть, кризис науки присутствует... Присутствует кризис мировой науки, на самом деле. Я, как бы, общался с людьми, которые финансируют науку на очень большом уровне, и, как бы, присутствует огромное желание финансировать... Вот, ну, я имею в виду на Западе, как бы, вкладывать больше и больше денег в науку. Но никто реально не понимает, во что, собственно, нужно вкладывать деньги. И, понятно, что каждый из нас лично, я понимаю, что я бы хотел, чтобы в меня вкладывали деньги. Вопросов у меня с этим нет. И, наверное, как бы, каждый из нас хотел бы, чтобы в нашу лабораторию вкладывали деньги и так далее. Но реально наука, наука в целом находится в кризисном состоянии. И связано это... И, как бы, я... Вообще, у нас 10 минут лимит, насколько я понимаю, по выступлению. Вот, я бы хотел закончить свое выступление гораздо меньше, чем 10 минут. Вот, и мне бы хотелось такое предсказание просто сделать, что реальный прогресс будет состоять в очень серьезной, как бы, драке науки с религией, которая закончится их объединением. И вот, может быть, совершенно, как бы, такая неожиданная идея, совершенно неожиданная идея, откуда могли бы быть какие-то новые, как бы, поступления энергии, что ли, вот, в российской науке, включая вариант возвращения людей из диаспоры. Это какая-то попытка контакта с религиозными организациями. Не надо мне бить морду, потому что у меня, как бы, мои отношения к этим религиозным организациям весьма-весьма, как бы, очень и очень и очень критические. И это, тем не менее, не значит, что и оттуда же мы, может быть, могли бы получить какое-то... И финансирование в том числе, а? У кого нет денег? Отложим дискуссию. Что значит трава? Я несколько неожиданным образом хочу, может быть, отреагировать на это любопытное заявление. Дело в том, что мы год назад вот с Федором Богомоловым обсуждали проект, о котором он немножко говорил, о том, как сделать науку доступной широкому кругу людей и создать в интернете какую-то многоступенчатую структуру, знакомство с научными достижениями и так далее. И я написал даже некоторый манифест, который не был опубликован, который называется так «Наука как религия». Под этим я имел в виду... Ну, на сетях я как раз бы хотел бы бороться. Ну вот, на этой, очень, я бы сказал, оптимистической ноте мы круглый стол закончим.